Братья и сестры, здравствуйте. Мы движемся к Рождеству, именно туда движемся, но хочется вспомнить у Льюиса в этой самой известной сказке из цикла «Хроник Нарний» «Лев колдунь и плотяной шкаф», в том, что заколдованный злой колдуньей Нарний была зима, настоящая, с сугробами, снегом, с морозом, но не было Рождества. Зима длилась, а Рождество все не наступало. Это вообще потрясающая метафора, такой очень меткий образ, когда зима есть, а Рождества нет, значит, в зиме нет радости. Малышня заливисто не хохочет. Эти вифлеемские звезды над торговыми площадями городов не плывут, не зажигаются, не происходит чудо. Все елки и все цветные шары, как у Пастернака, не радуют человека, оно все пресное, невкусное. Когда уходит из мира Христос, мир превращается в безумный зверинец, где забыли закрыть вольеры. И мы это видим в некоторых местах из тенденции распространения по всему миру. Что я имею в виду? Вот Германия, Британия, например, опять обеспокоились, взбудоражились по поводу того, что нельзя поздравлять с Рождеством. И раньше они как бы не ахти, как радостно говорили, что Христос родился, славьте Мессию, славьте Господа Иисуса, родившегося Девы Марии. Такие слова были не в чести уже давно. Говорили с праздничком, с Рождеством еще говорили. Кто кого родил? С Рождеством кого или чего вы поздравляете нас? Почему бы стыдимся назвать Иисуса Христа? С Рождеством Господа Иисуса? Он говорит, давайте так не говорить, потому что не все же празднуют Рождество Христово. Например, мусульмане не празднуют, буддисты не празднуют, евреи не празднуют. Слушайте, мусульмане говорят в Европе, что вы нас спросили, что ли? В арабском языке сам слышал, у них есть прям такое словосочетание «Эйде мелодэ масих» – «День рождения Мессии». Они празднуют это. Они называют Иисуса Христа Мессией. Масих. Иса аль масих. И для них это тоже праздник. Говорят, что вы за нас решаете? Мы себя оскорбленными не считаем. Буддистами, по-моему, должно быть все фиолетово. Им, ладно, в нирвану войти. С евреями, конечно, отдельная тема, но они привыкли жить в христианской цивилизации. И им лучше всего живется в христианской цивилизации. Потому что евреи большинство сконцентрированы именно в христианском мире. И само государство Израиль живет по европейско-американским законам, потому что им так удобно, так безопаснее, так сытнее и так защищеннее. Поэтому не забирайте у нас Иисуса, можно было бы крикнуть на всех площадях. У нас-то его когда-то забирали. Мы-то это помним. Например, еще информация, еще лык в строку судьба собора Парижской Богоматери. Того самого на острове Сите, который заложил Карл Великий, в котором якобы, по словам Гюго, звонарем был страшный и добрый Козимода. Он был не там. Он был сын Евсташ. Но неважно. Фантазия Гюго уже поселила его там. И мы все это смотрели, слышали, читали наверняка многие. Этот самый, этот собор, где хранится терновый венец Господа Иисуса Христа, он горел в 2019 году. Это, наверное, видели все. И вот теперь его нужно реставрировать. Это очень масштабная реставрационная работа. Но теперь его хотят реставрировать не в прежнем виде, с алтарями, с исповедальными, с святынями, иконами, мощами. Теперь его желают реставрировать как культурно-развлекательный центр. Как это будет выглядеть? Как это будет какой-то Диснейленд внутри собора? Или это будет какой-то интерактивный, какие-то доски с информацией о чем-то, о соборе или о каких-то еще вещах? Или там будут сладкую вату продавать? Но там есть такая четко выраженная такая идея, главная, такая центровая идея. Восстановите уже не как храм. Чтобы там не было Санктус, Санктус, Сантус. Чтобы там не было Аллилуйя, чтобы тебе не было Тедеум, там не звучало. В общем, чтобы католическое место там заглохло. Ну, а там и православные, между прочим, с удовольствием молились. Это серьезно, это не шутки. Кто-то из французских архитекторов высказал озабоченность этим, но так в духе такого обиженного французского национализма. Он сказал, что вот они в Риме, например, итальянцы себе не позволят такое в соборе святого Петра. И англичане в соборе святого Павла себе такое не позволят. А во Франции, потому что они издеваются над нами и главную святыню хотят превратить непонятно что. Храм должен быть храмом. Мы-то помним эти исторические периоды, когда в храме были и катки, если храм был большой, и почта, если храм был маленький, и спортивные секции, и клубы, и что там только не было. И вплоть до туалета в алтаре. Это все было у нас. А теперь он каким-то странным образом перекочевал в западный мир, который не знал гонений в последние десятилетия, столетия, где не было, так сказать, ожесточенной борьбы за веру в Бога против тех, кто не верит в него. Вот это столкновение. Однако у них сейчас тоже, значит, вот эта, слушайте, идиотская такая идея перепрофилировать собор Парижской Богоматери в немолитвенное сооружение, в то место, где молиться не будут. А будут, не зная, чем они там будут заниматься. Значит, но я думаю, что соборство Павла тоже ждет это. В Лондоне никуда не денутся от этого. Рано или поздно у них не надо, чтобы он горел. Ее просто кто-нибудь, какая-то безумная голова предложит эту идею, а еще ряд безумных голов ее поддержат, и его тоже попытаются перепрофилировать. Насколько это получится, это будет показатель здоровья английской нации. Конечно, будет тяжелее это сделать в соборе Святого Петра в Риме, в главной святыне католического мира, в резиденции Папы. Но и там доберутся, и туда доберутся, потому что как бы как запах с кухни проникает во все щели, ты его не закроешь ничем, а тем более полицейскими мерами. Так это злосмрадие антихристово-безбожие или намеренной войны с христианскими смыслами проникает, как смрадный запах во все щели, и мы уже просто принюхались. Мы как какой-то из кардиналов католических, вы что не слышите, как пахнет серый? То есть мы уже живем внутри апокалипсиса, как бы неужели вам не слышно? Ноздрям, духовным вашим ноздрям не слышно ли, как бегает черный пудель, как в начале фауста, как бы кругом пахнет серый? Мы слышим, но мы хотим праздновать Рождество, мы будем праздновать Рождество всем смертям на зло. Кто не верил, пусть узнает, пусть он скажет, что может повезло. Не повезло. Мы от Христа отказываться не намерены, потому что у нас нет другой надежды. Иисус Христос – это единственная надежда отдельной личности и всего человечества. И нужно праздновать Рождество его от Девы Марии в Вифлееме. И это второй после Пасхи праздник христианского мира, и на нем будет стоять верующая душа и не покаляблется. Так что готовьтесь к празднику Рождества Христова. Редактор субтитров Н.Александрова Субтитры создавал DimaTorzok